Около 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, на сегодняшний день в Украине уже 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц. В это число также входят те, кто переехал на подконтрольной Украине территории с 2014 года. И с каждым днём количество переселенцев растёт. Ежедневно эвакуационные поезда привозят не менее 300 человек в Министерство области. И я благодарю областную военную администрацию, благодарю всех волонтёров, которые помогают это сделать. Также ровно Закарпатия, Львовскую и Тернопольскую области. К примеру, у нас эвакуация продолжается из Донецкой области в Тернополь. И всё это обеспечивают наши регионы на Западе и в Центральной Украине. Я им очень благодарна. Ещё около 2,8 миллионов украинцев уехали или были незаконно депортированы в Россию. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По словам правозащитников, Россия нарушает права украинцев, которые оказались на территории Федерации. Российская власть предоставляет украинским беженцам лишь разовую соцвыплату. Людей вынуждают оформлять российское гражданство и не разрешают свободно перемещаться по территории России. При первой же возможности, как только их Российская Федерация перестанет ограничивать свободу перемещения по этим округам, где они находятся, отправится в Украину. Поэтому они создают все условия для того, чтобы человек, оказавшийся на грани, на грани выживания, пошёл оформлять документы те, которые бесплатные, а это паспорт Российской Федерации, чтобы он соглашался на те условия, которые ему предоставляют. Украинские власти, наоборот, делают всё возможное, чтобы люди, которые лишились всего из-за российской агрессии, смогли начать новую жизнь на подконтрольной территории. Сначала полномасштабное вторжение. Внутренние переселенцы получили более 47 миллиардов гривен на проживание. Государство выплачивает каждому ежемесячное пособие по 2000 взрослым и по 3000 детям и людям с инвалидностью. Те, кто приютил у себя дома внутренне перемещенных лиц или трудоустроил их свой бизнес, также получают финансовую компенсацию от государства. Эти средства направлены на компенсацию коммунальных услуг тем, кто предоставил убежище нашим соотечественникам, вынужденно покинувшим своих домов и нуждающимся в домашнем уюте. Это существенная мотивация и благодарность украинцам, которые в тяжёлое для государства время объединились и продолжают помогать нуждающимся. Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно окупирования территории Украины из сообщения на сайте ведомства. В Украине запустили грантовую программу «Е-работа», которая помогает восстановить или начать бизнес с нуля, а также создавать новые рабочие места. Это гранты на собственное дело, высадку сада и теплицы для перерабатывающих предприятий. Через фискальные, регулярные и кредитные стимулы мы помогаем сейчас бизнесу в первую очередь для того, чтобы бизнес создавал рабочие места. Уменьшить безработицу – это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, в интервью агентству «Интерфакс Украина». С 1 января украинские переселенцы автоматически продолжат получать помощь от государства. Для этого не нужно обращаться в органы соцзащиты, заявили в правительстве. Украина выплачивает пенсии на деоккупированных территориях Украины для начисления пенсии за декабрь в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях выделили 12,55 миллиардов гривен. На прошлой неделе Укрпочта впервые произвела выплаты пенсии на деоккупированной Луганщине. Доставляют пенсии уже в три населенных пункта Сватовского района.